Роман Рудометкин – волонтер со стажем. Первый раз о движении «Лиза-Алерт» услышал 7 лет назад. Мужчину потрясла история маленькой Лизы Фомкиной, в честь которой и назвали поисково-спасательный отряд. Девочка пропала в Московской области. Тогда на поиски ребенка вышли более 500 добровольцев. На сегодняшний день движение насчитывает уже тысячи последователей. Роман с гордостью носит звание волонтер. В отряде Самарской области мужчина работает оператором квадрокоптеров и обучает управлению беспилотниками других добровольцев. Один квадрокоптер за рабочий день может закрыть от четырех до шести стандартных наших задач. На каждую задачу, если бы это выходила пешая группа, потребовалось бы от шести до восьми часов. В Самарской области отряд «Лиза-Алерт» появился в 2014 году. За время работы волонтеры получили более 5700 заявок. Домой были возвращены 4470 человек, из которых 1062 – дети. Сейчас движение объединяет около 200 добровольцев, которые регулярно участвуют в поисках. Благодаря помощи правительства и главы региона Дмитрия Азарова были выработаны новые меры поддержки добровольчества. Открыли ресурсный центр поиска пропавших людей Самарской области. И с помощью этого штабы основали в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызране и Сергиевске. Мы взаимодействуем с МВД, с МЧС, с муниципалитетами, с главами администрации районов. Совсем недавно у нас было заключено первое соглашение с одним из МФЦ Самарского области. В совместном распространении информации о поисках людей пропавших. И на данный момент времени на экранах МФЦ Лорского района уже транслируется такая информация. Об этом и многом другом специалисты «Лиза-Алерт» рассказывали самарцам в день открытых дверей. Он прошел впервые за пять лет с момента создания Центра поиска пропавших людей. На встрече можно было подробнее узнать, например, об оборудовании, которым пользуются члены отряда во время операций. Также волонтеры рассказывали о том, каков портрет человека, которого чаще всего ищут. Это женщина, 49 лет, ушедшая с работы. Но, как пояснил куратор отряда, такой портрет не означает, что люди в этой категории находятся в группе риска. Наоборот, в числе пропавших зачастую люди либо старшего поколения, либо намного младше – школьники начальных классов. Если человек потерялся, то действовать нужно незамедлительно. Если срок обращения первые часы, то до 86% пропавших мы находим живыми достаточно быстро. Если это происходит на третьи сутки, то здесь значение уже, можно говорить, что менее 50%. Также на встрече члены поисково-спасательного отряда рассказывали о направлениях деятельности. Сейчас их 24. Каждый человек словно винтик в системе, без которого она не будет работать должным образом. Есть координаторы и информационные координаторы, кинологи, связисты, картографы, регистраторы и другие. Интересная информация, мне понравилась. Надо одевать яркую одежду, идешь в лес, как бы запасаться чем-то, чтобы вода была там, или хотя бы какой-то компас брать, чтобы не затеряться, и чтобы батарейка была не разряжена. Отряд «Лиза Алерт» приглашает самарцев и жителей региона присоединиться к движению. Благодаря уникальному проекту «Будь с нами» новичкам преподают все азы поисковой работы. Чтобы стать добровольцем, необходимо зарегистрироваться на портале добро.ру и на странице проекта «Лиза Алерт» подать заявку на вакансию поисковик. Необходимый адрес вы видите на экране. Проект «Будь с нами» 2023. Этот проект два года назад выиграл конкурс лучших региональных практик в поддержке добровольчества «Регион добрых дел». Был создан проект, чтобы расширить наши возможности, и благодаря реализации проекта в прошлом году мы уже открыли пять штабов в пяти городах Самарской области. У нас там есть теперь добровольцы, которые могут реагировать оперативно на поиск безвести пропавшей. Движение «Лиза Алерт» продолжает работать и активно развиваться. Сейчас поисково-спасательные отряды также помогают защитникам в зоне специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы и в отделениях организаций изготавливают, например, сухой душ. Все необходимое отправляют на передовую. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.